Между прочим, да, тоже всем памятен поединок, и многие, кстати, до сих пор ждут реванша, до сих пор, ибо страшнейшая просто полемика присутствует между двумя этими господами. Но и, учитывая последние выступления Александра, мне кажется, этот бой вполне реален, чтобы уже, как говорится, расставить все точки над Йо. Главное, если этот бой случится, чтобы оба спортсмена подошли к поединку в хорошей форме. Да, это важно. Итак, заходит Сергей Харитонов в клетку, и сейчас ринг-анонсер представит нам спортсменов, и начнется главное событие сегодняшнего турнира. Да, опять же, да, говорим о том, что отличает Сергея Харитонова, в принципе, от его коллег, да, это как раз его нокаутирующая мощь, его работа руками, его работа в стойке. Игорь Таупарус, title challengers once again, fighting out of the blue corner. This fighter stands 185 centimetres tall. He weighed in at 108.3 kilograms. He has a record of 20 wins with 11 losses. He represents the United Kingdom. He is Oli, the Spartan top star. And fighting out of the red corner, this fighter stands 190 centimetres tall. He weighed in at 122.9 kilograms. He has a record of 29 wins with 7 losses. He represents Russia, he is Sergai Харитонова. The Raplanes. Here, here, here. The Raplanes. You don't know what I'm going to do. The Raplanes. It's a bad thing. It's a bad thing. It's a bad thing. It's a bad thing. The Raplanes. Да, хорошее начало. Ничего себе. Вот это начало. Сергей, тем не менее, продолжает подавливать. Но, в принципе, Сергей исповедует довольно агрессивный стиль ведения боя. Он подходит к сопернику вот так. С перекрывшей защитой. Я помню, он уверенно, особенно когда в бои в перчатках, когда в 12-ти лунцовых просто принимает удары на лоб и идет дальше. Жестко обменивается, жестко попадает. Может и в клинче с колена ударить мощно. Да, Сергей со старта всегда прессингует, всегда теснит соперника. Локтик сейчас берет массой, движением. Ну и мы видим, что, в принципе, преимущество в габаритах есть у Сергея. Но Оли Томпсон никогда не был большим тяжем. Потому что, опять же, я вспоминаю его бой против Марьюши Пудзиновский. Но там просто совсем люди были из разных категорий весовых. Хорошо избежал борьбы. И сейчас, Сергей, очень важный момент. Да, ну вот еще раз подчеркиваем, что, в принципе, Сергей умеет бороться и защищаться от борьбы. Но, конечно, если попадаются люди уровня Барнета и в той форме, в которой он был, тут уже гораздо тяжелее. Ну и с возрастом бороться все тяжелее и тяжелее как раз. Проблема небольшая со светом, но все в порядке. Мы видим. Итак, джеб от Оли Томпсона. Да, старается держать соперника пока на дистанции. Томпсон, неплохой лоу-кик по туловищу. Да, вот задача Томпсона как раз не попадать под жернова Харитонова и стараться его разбивать с дистанции, отбивать ему ноги. Изматывать, изматывать, изматывать. Плотно, так, около минуты с лишним работал по нижнему этажу Сергей Харитонов. И сейчас, видимо, начнет уже атаковать голову. Еще раз по корпусу, но вот здесь вроде бы не провалился. Да и Оли Томпсон не горел желанием встречать. Неплохо. В комфортном для себя темпе работает Сергей Харитонов. Молодец, да, Сергей также работает по туловищу. Еще эти удары должны замедлить Оли Томпсона, сбить ему дыхание. Посмотрите, да, как просто вот сейчас лазерный прицел навел на соперника Сергей Харитонов. И просто ждет момента для того, чтобы щелкнуть ему в голову и отстрелить ее. Да, но при этом все-таки действует аккуратно. И апперкот, правый апперкот, просто сумасшедшее оружие Сергея. И еще один удар снизу. Удар коленом, кстати, мы помним, которым он нокаутировал, собственно, Роя Нельсона. И вот этот апперкот его мощнейший. И здесь, смотрите, повело Оли Томпсона. Хороший момент был. Еще один удар по корпусу. Жестко пробивает Сергей. Вот это не нужно британцу абсолютно. Ему нужно выходить из этого клинча, потому что Сергей больше. Сергей мощнее. Неизвестно, какой запас сил у Сергея Харитонова сейчас, да, насколько он готов. Но вот то, что Сергей Харитонов... Есть! До свидания. Бой нокаут добивания не понадобится в стиле Марка Ханта. Просто уничтожил Сергей Харитонов. Один удар, как всегда, смотрим. И здесь правый снизу получился. Такой по дуге. Да, и прям лицом вперед упал Оли Томпсон. Юбилейная 30-я победа и юбилейная победа нокаутом, потому что она 20-я. Браво Сергей Харитонов закрыл поражение против Линтона Вассела. И следующий бой... Хотелось бы, чтобы Сергей провел все-таки именно в Белатах. Да, потому что... Тем более я слышал, что уже некоторые бойцы бросают ему вызов. Говорят, что Сергей там не хочет с кем-то драться. Но... Я так не думаю. Тяжелый дивизион Белатар вообще наполнен российскими спортсменами. Там, конечно же, и Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Сергей Харитонов, Виталий Минаков. В общем, много-много наших ребят. А пояс у Райана Бейдера. Ну и, конечно же, Федор Емельяненко. Да, безусловно. Действительно, правая пушка. Очередное уверенное выступление. Важный бой, потому что с ноября, с прошлого ноября не дрался Сергей. Закрыл поражение. Почувствовал бой. Себя внутри его. Внутри него. Ну и пока ждем официального объявления победителя. Смотрим, как Сергей Харитонов выигрывал этот поединок. Тогда плотное попадание с правой руки так загуляли ноги у Оли Томпсона. В результате оказался он на стиле. Людей, accessibility, это лейтинга. Вот, раха! Принец, это здорово! И вот, что это реально лейтинга. А вот, бомбас- Харитонов! Субтитры сделал DimaTorzok